Спокойные и рассудительные подсказки. Владимир Крюков точно знает, что требуется его спортсмену для хорошего боя. Тренер из Тамбовской области привез на Кубок Шихана 20 воспитанников. К каждому из них у Владимира свой подход. Благодаря персональной работе как на тренировках, так и во время боев, его каратисты завоевали в Самаре 9 медалей, 2 из которых золотые. Всегда нужно отталкиваться от нашего спортсмена. Допустим, у нас есть ребята маленькие, которые нужно больше, конечно, вселить уверенность. А ребята взрослые, им больше давать нужны эмоции, силы, чтобы они себя очень хорошо проявляли. Поэтому мы так пытаемся работать. Для спортсменов Владимира Крюкова эти соревнования стали пятыми. А вообще Самарский Кубок Шихана по каратэке Кюсенкай проводится в 14-й раз. Побороться за медали приехали 540 каратистов из 29 регионов России. Сражались они в 34 весовых и возрастных категориях. Кубок Шихана является одним из самых престижных на российском уровне и завершает сезон. А потому здесь собираются лучшие каратисты, чтобы поставить красивую точку в соревновательном году. Они всегда ждут эти соревнования. Они проходят в уникальное время. Это закрытие сезона. Это последнее соревнование в сезоне. Уровень соревнований очень высок. Здесь присутствуют и мастера спорта, и мастера спорта международного класса, и заслуженные мастера спорта. Чемпионы Европы и чемпионы мира дерутся здесь. И не обязательно они выигрывают. В прошлом году традиционный турнир брал паузу из-за пандемии. В этом соревновании состоялись с санитарными ограничениями. Ребята выполняют у нас спортивные звания, мастеров спорта, кандидатов, мастеров. А это делается только на достаточно высоком уровне соревнований. Говорят о том, что у нас в регионе этот вид спорта развивается очень успешно. И доверяют проведению таких мероприятий в субъектах далеко не всем. Поэтому мы встречаем у себя сильнейший спортсмен в Российской Федерации. Надеюсь, что так будет и впредь. На соревнованиях была и попытка установить рекорд для книги Гиннеса. Равиль Измайлов попытался на время сломать 66 бетонных блоков. За 22 секунды он разбил 50 штук. Этого не хватило для покорения мирового достижения. Но спортсмен не расстраивается. Уверен, что следующая попытка обязательно станет удачной. Потому что он продолжит упорно тренироваться. На пьедестале почета оказались спортсмены из 23 регионов. Больше всех медалей из Самары увозят представители Кировской области. На их счету 15 наград. Большая часть которых бронзовые. А по количеству золотых трофеев лучшими стали каратисты Свердловской области. У них 7 медалей высшей пробы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Продолжение следует.